Добрый день друзья! Сегодня я буду разговаривать по-русски, так как я подумал, что нужно бы охватить еще и русскоязычную аудиторию. Сегодня мы будем винтажить реплику на Gibson Junior Double Cut TV Yellow от Валеры Ващенко. Гитара пришла уже в кейсе собранная, но без распайки, что облегчает мне задачу. То есть она отстроена, лак высох, нам осталось только это все немножко заговнякать. Приступим! Ну вот, собственно, наш замечательный Double Cut. Цвет, конечно, немного интенсивнее, чем TV Yellow, но как бы были такие варианты с выцвевшим, пожелтевшим лаком. И заказчик. Заказчику такой вариант больше понравился. Ну, это дело вкуса. Что здесь у нас? Здесь у нас бразильский палисандр, джескар лады, раэлитовый биндинг почему-то. Хотя вот, честно, на джуниорах ни разу не видел трапеции на накладке, да, и биндинга тоже не было. Но тут такая вот версия очень интересная. Причем это африканский махагоний, очень легкий вообще. Пушинка. Вот. Лак уже отлично высох. Принял солнечные ванны, от чего немного еще затвердел. Это для нитры очень полезно. Итак, первое, что нам нужно сделать, снять бридж, снять кайлки и засунуть нашу гитару в мой мега винтаж бокс. Если вы снимаете струны и намерены их поставить обратно, и образуются вот такие вот петельки. В итоге, когда вы ставите обратно, они там перемотаются, перемотаются в такую бороду. Хрен вы их разберете. Поэтому я делаю проще. Немного скотчика и вот так вот заклеить каждую эту спиральку колечка. Тогда проще их в итоге разобрать и быстрее поставить назад. Окей. У нас имеются длинные болты классные, плюсоновские. хорошо звучат. Так, пикгард век. О, вот смотрите. Наглядный пример того, как мы засветили лак, он стал еще темнее. Буквально неделька на солнышке и лак, настоящий нитра, она темнеет. Так, и вот это мой мега винтаж бокс. Мега винтаж бокс это потому, что в него влазит целый лес пол. Вот так мы это делаем и закрываем. Мы понижаем медленно температуру до того момента, как произойдут какие-то изменения физически. Очень интересно. Это зависит от того, насколько просох лак, насколько он твердый, насколько это хороший нитролак. Точнее, насколько это плохой нитролак. Ну, в обычном понимании мебельщиков. Потому что хороший лак, он не трескается. А нам нужен именно тот лак, который будет трескаться. Потому что трещины в гитарном деле это очень важная вещь. Формирование отдачи и резонанса. Я потом как-нибудь расскажу вам. Совсем скоро. Вот. Пока у нас в нашем мега винтаж боксе морозится наш гитар. Пока он морозится, мы займемся железками. Окей. Что мы тут имеем? Что мне Валера прислал? Так. Это всякие болтики, гаечки. Это хорошо. Backplate. Это тоже хорошо. Switchcraft. Это наше все. Так. 20С. Нет. Это Emerson. Кондиционер. Короче, конденсатор Emerson. Бумага-масло. Не знаю, как он звучит именно в этой версии. Но то, что было раньше, это были K40U9. Советские. Вот. Ну, мне, честно говоря, больше нравятся оригинальные Bumblebee. Причем не полная бумага-масло, а Miller. Вот как-то они мне заходят по звуку. Поприятнее. Ну, это мое такое мнение, которое я себе отпробовал. Я все люблю пробовать, но вот это еще не пробовал. Так что попробуем. Так. Колокольчик. Колокольчик. Ну и крутилочки. Так. Это понятно. Что у нас здесь? Loller Pickups. Красивая упаковочка. Что мы имеем? Мы имеем P90. Но заметьте, какая странная фигня. У него есть рамочка. Та-дам! Та-дам! То есть, если вы хотите поставить P90 без ушей, пожалуйста. Если вы хотите Dog Ear, вы поставите рамочки у вас. Визуально это Dog Ear. Почему это так происходит? Потому что у него нету бэкплейта нормального. Сейчас я вам покажу, как должен выглядеть нормальный бэкплейт для Dog Ear. Короче, вот нормальная крышка для Dog Ear. Но это какая-то не очень нормальная. У нее очень резкие края. Немного неправильные. Но я на пробу взял, посмотрите. И вот как выглядит бэкплейт для P90. Который ставится, заходит в крышку и вот так вот прикручивается прямо к корпусу гитары. Здесь этой крышки нету. То есть, ну, я так понимаю, что это серийное производство. Мы гоним конвейер. И зачем нам отвлекаться на комплектацию Dog Ear, когда это мало кому надо на самом деле. Когда мы можем делать стандартные P90 и сделать тупо пластиковую рамочку. В принципе, идея хороша. Вот интересно будет сравнить крышечки Lollar с оригинальной крышкой какого-то там 60 какого-то года. Или 70 начала какого-то. Вот даже это оригинальная гипсоновская. Здесь даже маркировочка есть. И в принципе, в принципе, они очень даже схожи. Очень, очень, очень. Я бы сказал то, что доктор прописал. Маркировки только разные. А так даже по толщине пластика. Все, все, все. Так что, годная крышечка. Лолар и капс. Итак, с чего же мы начнем? Мы начнем, наверное, вот с этих замечательных сингл-лайн колков. Тюнерс. Есть у меня такая мега коробочка с обогащенным ураном, которая делает все. Точнее, она все уничтожает. То есть нам... И, как мы можем заметить, уже у нас процесс пошел. Это даже без обезжиривания. Это специальная промывка, которая нейтрализует мою вот эту вот мега дрянь. Вы спросите меня, как моя мега дрянь не залезет внутрь колка и не испортит его потом внутри. Это отдельный разговор. И об этом я тоже позаботился. Добавил немножко водички. Итак, смотрим, что получилось. Результат очень даже неплохой. Сильный блеск явно исчез. В принципе, чего нам не надо было. Ну, можно при желании еще немножко. И так, наш супер-мега атомный состав мы убираем подальше в свинцовый бокс. А сами же достаем наши деактивированные колочки. Вы у меня спросите, что же это за мега атомная связь? Ничего необычного. Это просто хлорное железо. Но это еще не все. Работа над колками еще не закончена. Нам нужно состарить вот эти штоки. Они должны стать желтыми. Для этого есть еще одна супер-мега атомная смесь. Значит, из чего состоит вот эта супер-мега смесь? Это нитробейц, желтый и темно-коричневый. Ацетон и изопропанол. Изопропанол нам нужен для того, чтобы немножко снизить разъедающую реакцию ацетона. То есть смоделировать время расплавления пластика таким образом, чтобы у нас была возможность залить внутрь краску, но не расплавить сам пластик полностью. То есть, чтобы краска вошла в пластик и быстро там закрылась. Не всякий пластик с этим работает, но вот проэкспериментируем немножко. Так, вот у нас получился такой желтенький, красивый цвет. Правильно. Сейчас он высохнет и мы проверим, насколько он впитался в пластик. Для того, чтобы проверить, насколько колер прошел в пластик, я сделаю себе такую смывку, практически изопропанол и немножко ацетона, чтобы снять краску сверху, но не изнутри. Чуть-чуть она вошла туда, чуть-чуть, но пластик такой стойки. Вот именно. Но ничего, мы чуть-чуть подольше подержим его. Очень равномерно получается тогда. Нет никаких подтеков, ничего. Вуаля! Эту гадость тоже убираем подальше, чтобы не заляпаться. Итак, вот что мы имеем теперь. Такие замечательные, винтажненькие колочки. Итак, то что у нас получилось с нашими колками, это как бы черновая затравочка такая. Нужно это немножко усовершенствовать. Для этого у меня есть смесь из ацетона с изопропанолом. Я лишний краситель просто аккуратненько подвытру. Чтобы наши вот эти вот пластмассовые фигурочки были правильного цвета, у меня есть оригинальные колки 68 года. И вы можете посмотреть, как они выглядят. Они, правда, уже плохо работают, но нам нужно добиться вот такого цвета. цвета топленого молока или ряженки. Ненавижу ряженку. Опять же, изопропанол. И снимаем лишний краситель. Та часть красителя, которая должна была впитаться в пластик, впиталась. И вот мы видим результат. Вот это оригинальный. Double Line. 1968 год. Вот это уже наш завинтаженный Single Line. Значит, дальше. Очередная тонкая доводка. Это нам нужно убрать лишнюю радужность. Для этого я использую вот такой круг мягкий 2000. И лишнее немножко матирую. Буквально чуть-чуть. Очень аккуратно, чтобы не снять никель. Чтобы не снять никель до меди. До медной прослойки. Так, ну в принципе, вот наши колки готовы. Но многие зададутся вопросом. Как же я так в эту атомную ядерную смесь закидывал колок полностью? Туда же внутрь попадет вот эта гадость, которая будет разъедать их изнутри. А нифига. Дело в том, что колок внутри смазан смазкой весь полностью. И на металлические части внутри эта гаджа коричневая просто не попадет. Но чтобы мы были спокойны за наш результат. И в будущем мы были уверены, что наши колки внутри не окислятся. Ну и закинем в эту коробочку. И зальем ВД-40. Которая остановит реакцию полностью. Что я сейчас делаю? Это один из способов состаривания колков. Так, все хорошо. Если где-то у нас оставались лишние реактивные реактивы, то они нейтрализуются. Ой, какая красота. Вообще. Очень правильный цвет. Правильная текстура. Итак, что касается колков. Все готово. Калки можем отложить в сторону. И заняться вот этой бабульней. Так, как мне придать. П nella одной т tempo. Да, ладно. Спасибо заiejilde и разного Temпа дохода Sonima. В чем тут делали Yarоваتск свою любовь-lebi el cameza. Работает, без sometimes煮инаний,